Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг-М». Сегодня у нас эксперимент. Мы попытаемся ответить на вопрос, который многие задают, но не получают четкого ответа. Суть в чем? Многие люди считают, что двигатели с ремнями ГРМ – это отстой. Мол, ремень слабый, резиновый, порвется, и тогда мотор даст клин. Многие считают, что цепные моторы идеальны, и в этом есть рациональное зерно. Но мы-то с вами знаем, чем моложе мотор, тем хуже у него обстоят дела с надежностью цепи ГРМ. Кто же прав? Сейчас будем выяснять. В чем суть эксперимента? Сейчас мы находимся в Институте порошковой металлургии имени Романа. Здесь есть оборудование, которое способно разорвать цепь ГРМ, ремень ГРМ и измерить разрушающую нагрузку. То есть после эксперимента мы получим точные результаты. У нас два ремня ГРМ и две цепи ГРМ. Бэушный ремень ГРМ снят с двигателя 1.9TDI, который стоял на автомобиле Volkswagen Passat 2000 года выпуска. И такой же, новый ремень. Цепь снята с мотора М57, который стоял на автомобиле BMW E39 2001 года выпуска. И такая же новая цепь. Таким образом, мы сравним как бывшие в эксплуатации ремни и цепи, так и новые, и узнаем, кто из них прочнее. Да, это хардкорные ремни и цепи. Двигатель 1.9TDI – это мотор с насос-форсунками, а значит ремень у него самый широкий. Менять его надо каждые 120 000 километров. Но и цепь для двигателя М57 тоже штука неубиваемая. Ходит по 500 000 километров. Так что сегодня нас ожидает горячая битва. Сегодня в эксперименте нам будет помогать Дмитрий. Дмитрий, расскажите, пожалуйста, про оборудование. Это установка для проведения механических испытаний на растяжение, сжатие и на изгиб. Максимальная нагрузка, которую она может приложить, 15 тонн. Ну что, тогда начинаем. Цепь закрепили, и сейчас установка начинает плавное и медленное растяжение. Настолько медленное, что для нас пройдет минут пять. А вы, наши зрители, все увидите через секунду. Итак, первый участник нашего эксперимента – бэушная цепь ГРМ с мотора М57 с пробегом 321 000 километров. Цепь лопнула, когда к ней было приложено усилие 1 тонна 150 килограмм. Причем обратите внимание, что в ней синхронно разогнулось одно звено. Итак, у нас готовы результаты по новой цепи. Обратим внимание, что здесь звено не разогнулось, а лопнуло. Причем лопнуло точно при такой же нагрузке тонна 150 килограмм. А это говорит о том, что цепям мотора М57 просто сносу нет. Вот цепь, которой служила 20 лет, а вот новая цепь, результат один и тот же. Оборудование показало, что старая цепь действительно является старой, потому что она, воспринимая нагрузку, долго-долго-долго тянулась, а потом лопнула. Новая цепь воспринимает нагрузку по-другому. Она сопротивляется, а потом в один момент лопается. То есть она не растягивается, а сразу лопается. Если оперировать научными терминами, то предел текучести у старой цепи в 9,5 раз больше. Ну что, ребятушки, мы только что порвали бэушный ремень ГРМ. Как вы думаете, при каком усилии он сдался? 700 килограмм, как по ГОСТу? Может быть 900? Может быть 1200? Примерно как цепь ГРМ? Нет! 1320 килограмм! То есть БУ ремень ГРМ на голову прочнее, чем новая ИБУ цепь ГРМ. Ну что, чем нас удивит новый ремень? Приступаем! Ну что, мы порвали новый ремень ГРМ. На это ушло очень много времени и очень много усилий. Ключевой момент, что новый ремень ГРМ порвался с усилием тонна 450. Именно с таким усилием лопнул в одном месте корт. Как мы и говорили в начале, есть две армии. Одни автомобилисты и механики признают только цепные моторы, а другим по барабану. Так вот, если вам будут говорить, что цепные моторы лучше из-за того, что цепь прочнее, обязательно скиньте ссылочку на наш эксперимент. Потому что хотя бы вот в этой хардкорной категории мы доказали, что ремень ГРМ прочнее, чем цепь на 300 килограмм. И это официально. Как мы выяснили, вот эти нитки корт оказались прочнее, чем металлические звенья. Но справедливости ради скажем, что при работе цепь ГРМ смазывается маслом. А ремень работает на сухую, поэтому он изнашивается и его надо менять по предписанным регламентам. Сегодня мы вам не показали эксперимент с современными хлипкими цепями и ремнями ГРМ, но с удовольствием можем это сделать в следующий раз. Но нам нужна ваша помощь. Если вот это видео за неделю наберет более 100 тысяч просмотров, много лайков, репостов и комментариев, то мы с удовольствием сделаем эксперимент с очень свежими ремнями ГРМ и цепями для очень свежих моторов. Так что не жалейте лайков. Обязательно напишите в комментариях, понравился ли вам наш эксперимент и какие эксперименты вы бы еще хотели видеть, даже не в рамках этой лаборатории. Поэтому подпишитесь обязательно на канал, поставьте лайк, оставьте комментарий и поделитесь этим видео. Помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг». Субтитры сделал DimaTorzok